Ребята, урок 145. Решение задачи. Сегодня на уроке мы с вами будем решать задачи с помощью таблиц и дерева возможностей, то есть логические задачи. Дерево возможных вариантов. Самые разные комбинаторные задачи решаются с помощью составления специальных схем. Внешне такая схема напоминает дерево. Отсюда и название метода «Дерево возможных вариантов». Вот обратите внимание. Дальше работаем, ребята. Перед вами задача, решенная с помощью дерева возможных вариантов. Никита, Борис, Виктор и Григорий играли в шахматы. Каждый сыграл по одной партии. Сколько сыграно партии? Теперь посмотрим решение. Никита, Борис, Борис, Виктор, Никита, Никита, Григорий, Виктор, Григорий и Григорий, Борис. Получается, они сыграли шесть партий. Следующая логическая задача, решенная с помощью таблицы. В соревнованиях по бегу Юра, Гриша и Толя заняли три места. Какое место занял каждый ребенок, если Гриша занял не второе, не третье, а Толя не третье? Смотрим внимательно. Значит, сперва Гриша. Гриша не второе, не третье. Понятно, что он занял первое место. Толя не третье. Первое уже занято, значит, Толя второе. И Юра автоматически, мы находим, занял третье место. То есть мы решили с помощью таблицы. Переходим к работе над учебником. Первое задание. Решим задачу с помощью таблицы. Обязательно чертите в тетрадь таблицу, ребятки. Для отдыха на природе у Раушан есть две кепки и три футболки. Сколько разных вариантов пары одежды она может составить? То есть, как она может комбинировать футболку и кепку, чтобы каждый раз у нее не повторялось? То есть, все они должны быть разные. Вот внизу я вам привела подсказочку. Вы все это должны поместить в таблице. Подсказка в самом таблице. Шесть вариантов, видите? Первый вариант. Она, значит, может одеть красную кепку, оранжевую футболку. Второй вариант. Красную кепку, голубую футболку. Третий вариант. Голубую кепку, оранжевую футболку. Четвертый вариант. Голубую кепку и голубую футболку. Пятый вариант. Голубая кепка, розовая футболка. И последний вариант, шестой, красная кепка, розовый футболк. Заметили, что они не повторяются, то есть каждый раз она одевает разные. Шесть вариантов. Эту же задачу можно решить с помощью дерева возможностей. Начертите, пожалуйста, дерево возможностей и определите, какие варианты у нее получились. Следующее задание, второе. Решим с помощью дерева возможностей, а также с помощью таблицы. Для отдыха на природе изготовили три модели палаток четырех цветов. Три модели. Вот они идут у вас. Разные, значит, они у вас. Значит, цвета одинаковые. Значит, белые, синие, желтые, красные. Вопрос. Сколько разных видов палаток существует? Сколько палаток у нас разных видов существует? Посмотрите внимательно на дерево возможностей и сделайте выводы. Начертите себе в тетради, ребятки. И следующие. Обратите внимание на таблицу. Что означают эти цифры? Это модели палаток. Ребята, тоже начертите себе в тетради. А это у нас идут цвета палаток. Цвета. Цвета. И тоже оформляете в таблице. Получается у нас 12 вариантов. Следующее задание. Третье, ребятки. Выполняйте устно. Решайте выражение удобным способом. Удобным, значит, более легким. Например, 5 умножаем на 3, умножаем на 20. От перестановки множителей произведение не меняется, ребятки. 5 умножаем на 20, умножаем на 3. То есть мы выбираем более легкий способ. Находите, располагаете значение выражения в порядке возрастания. И вы узнаете, в какой последовательности дети посещали эти места. Следующее задание. Четвертое. Составьте задачи по рисункам и выражениям. Вашему вниманию я составила одну задачу. Значит, валанчик, можно так сказать, 130 тенге. Ракетка 450 тенге. Вопрос, сколько всего. Я одну задачу взяла. Вы можете взять тоже только одну. Составите одну задачу и решите ее. Одну, ребятки, можно составить задачу только. Пятое задание. Слушаем внимательно. Туристы посетили водопад и озеро. На дорогу до водопада они затратили 48 минут, что составило 1 четвертую часть всего времени. На дорогу к озеру. Вопрос, сколько времени туристы потратили на дорогу к озеру? Значит, как вы уже заметили, это задача в косвенной форме. То есть мы должны найти, сколько всего минут они потратили. Если до водопада дошли 48 минут, что составило 1 четвертую. Каким способом мы решаем? Правильно. Умножением. А сколько действий в задаче, ребятки? Совершенно верно. Одно действие. Вы 48 умножаете на 4 и находите, сколько времени они потратили на дорогу. Полностью. Сколько минут. А потом минуты можете перевести в часы, ребятки. Часы и минуты. И последние, ребятки. Для закрепления материала я вам на дом даю номер. Значит, 6 задание я вам даю. Значит, реши задачу с помощью дерева возможностей. Сколько тут можно, значит, составить способов? Подумайте. И сколькими способами его можно решить. Молодцы, ребята. Спасибо за увлок.